Компьютер без жесткого диска. Информация хранилась на дискетах и обрабатывалась в небольших объемах оперативной памяти. Теперь же жестким диском оснащен практически любой персональный компьютер. Конечного потребителя обычно волнует только емкость жесткого диска или то, сколько байт информации он может на нем хранить. Другие характеристики, такие как среднее время доступа, время поиска или скорость передачи данных, остаются как бы за кадром, хотя именно они влияют на быстродействие не только жесткого диска, но и всего компьютера в целом. Не обращая на это внимания, пользователь меняет процессор, увеличивает объем оперативной памяти, но компьютер, оснащенный медленным жестким диском, все равно заставляет себя ждать. Ведущие производители хард-дисков неустанно бьются над созданием более совершенных моделей. В лабораториях компаний Seagate, Western Digital и Quantum постоянно рождаются стандарты и технологии массовой памяти. Из всех возможных типов интерфейсов наибольшую популярность сохраняет интерфейс IDE, разработанный в 1986 году компанией Western Digital, точнее его новый вариант EIDE. Сравнительные характеристики для винчестеров одинаковой емкости от разных производителей наглядно показывают, что борьба идет за каждый байт, переданный за каждую сотую долю миллисекунды. Скорее всего, в вашем компьютере есть интерфейс EIDE, и к нему подключен винчестер. Отчего зависит его производительность? Ни в коем случае не от емкости и даже не от фирмы-производителя. На примере жестких дисков фирмы Western Digital мы увидим, как могут меняться характеристики у внешне очень похожих моделей. Прежде всего, чтобы правильно понять, как все это работает, разберем один из винчестеров и посмотрим, что у него внутри. Только не следует этого делать дома, тем более со своим жестким диском. Винчестер состоит действительно из жестких пластин или блинов, на которых и хранится вся информация. Головки считывают информацию с вращающейся со скоростью 5400 оборотов в минуту дисков и управляются контроллером диска. На контроллере жесткого диска установлен процессор и очень важный для нас элемент кэш-память, куда первоначально попадаются данные с железок, а уже из нее передаются по интерфейсу EIDE через контроллер прямого доступа к памяти в оперативную память персонального компьютера. Естественно, чем больше объем кэш-памяти, тем быстрее передача данных. Последнее утверждение верно для дисков с одинаковыми характеристиками. Сейчас абсолютное большинство жестких дисков с интерфейсом EIDE поддерживают протокол Ultradema 33, который позволяет в полтора раза повысить скорость передачи данных. В этом обзоре мы будем говорить только о них. Зная, как устроен жесткий диск, посмотрим данные производительности для одинаковых по емкости моделей жестких дисков, но с разным количеством блинов. У двух жестких дисков одинаковой емкости, но с разным количеством блинов, выигрыша остается модель с меньшим количеством блинов, так как плотной записи у нее больше. Сравним производительность дисков с одинаковой плотностью записи. Двух блиновых 2,1 ГБ и трех блиновых 3,2 ГБ. Даже при меньшей скорости вращения выигрывает Winchester 3,2 ГБ только за счет большего объема кэш-памяти. Итак, если вы выбираете жесткий диск для своего любимого компьютера И не хотите раскошеливаться на дорогостоящую SCSI систему То делайте свой выбор, исходя не только из емкости диска, но и из всего того, о чем мы говорили раньше Естественно, тема эта достаточно объемная И в ближайших выпусках мы продолжим рассказ о жестких дисках Татьяна Осейкина с последним на сегодня выпуском Новости компьютерных игр Blizzard отменила свой проект Warcraft Adventure Lord of the Clans Это решение было аргументировано высказываниями о том, что игра не вписывалась в стандарты компании После чего у экспертов возник справедливый вопрос В чем же эти стандарты заключаются? Нечто похожее компания говорил весной 96-го года Когда была прекращена разработка PAX Imperial Emined Domain Источники, близкие к разработчикам грядущего хита Tripasser Jurassic Park Сообщили о том, что игра показана на E3 в ранней играбельной форме Эта информация радует, поскольку до последнего момента Судьба этого проекта оставалась под вопросом Теперь секретность будет снята Компания Rareware, ведущий разработчик игр для Nintendo 64 Анонсировал свою новую игру Фактор разработки которой ранее держался в строгом секрете Это очередная 3D-образилина Только теперь со стрельбой, фантастическим сюжетом И совершенно странным подходом к генерации персонажей Пожалуй, впервые Rare, целиком состоящая из англичан и американцев Предложила игрокам типичный японский подход к созданию игрового мира У главного героя появились зайчьи ушки голубого цвета Диковатого вида скафандр и прочие атрибуты принадлежности к культуре